МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". Выпереподробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Принудительная мобилизация мирного населения боевиками и российские заградительные отряды. Ситуация на востоке. Вторая сессия стартовала. Чем сегодня занялись депутаты, что приняли, а на что сил не хватило? Чеченский вариант для Украины. Что Путин предложил мерки во время их последней встречи? Телеканал Интер отныне полностью принадлежит украинцам. 29% акций, которым владел российский первый канал, за 100 миллионов долларов выкупил основной акционер Интера Групп Диэф, компания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Как отмечает управляющий директор Групп Диэф, Борис Краснянский, выкупить часть акций Интера у россиян хотели уже давно, но из-за политического давления сделку пришлось ускорить. Интер был и остается независимым украинским телеканалом. Владельцы собираются увеличить общественно-политическое вещание и развивать каналы группы, отметил он. Вопрос свободы или не свободы? Как жить дальше украинским СМИ и по чьим правилам играть? Сегодня решали в Комитете по вопросам свободы слова речь об одиозных, списанных с российского законодательства медийных законопроектах. Елена Зорина продолжит. Первое заседание новой сессии стартует со скандала. За считанные минуты до его начала вот здесь, на третьем этаже, разворачиваются основные баталии. Пока депутаты бегут на работу, тут решают судьбу безопасности информационной. Вопреки традициям не в среду, а сегодня собирается Комитет по свободе слова. У представителей два вопроса. За 10 минут до начала сессии хотят понять, как расширить полномочия надсовета, а еще чтобы владельцы украинских СМИ были никак не из России. Еще вчера представители сразу нескольких украинских телеканалов просили эти законопроекты не принимать. Называли их угрозой свободе слова, поясняя тем, что нацсовет получит мегаполномочия. На свое усмотрение сможет оценивать продукт и останавливать вещания. Есть несогласные сегодня в Комитете. Внесены с порушением регламента и закона. Сгідно с рекламентом, есть 14 дней у каждого народного депутата внести альтернативный законопроект. Здесь же в Куларах и один из авторов альтернативного законопроекта, депутат Каплин. Его предложения касаются собственников СМИ. Если проект от фронтовиков предлагает полный запрет на владение иностранными компаниями, в том числе россиянами, то Каплин хочет ограничиться теми, у кого в собственности 50% российского капитала. Мой законопроект предпочитает, что мы открываем все офшоры. Мы покажем полностью всей стране, каждому окремому граждану, кто владеет каналом. Той закон, который вносится в Сюмар, полностью списанный у Путина. Это очень плановано, уникально за своим цинизмом спецоперации. Но об альтернативе, как и о нарушениях процедуры, глава комитета слышать не хочет. Соглашается поменять местами слова в проекте о полномочиях надсовета, чтобы регулятор только через суд мог отбирать лицензию телеканалов. И тут же комитет рекомендует его к рассмотрению в парламенте. Другие замечания здесь, может быть, услышат только ко второму чтению, а они есть. Особи, что неодноразово в своих публичных коментарях, в выступах, в творах, використовывали заклики и пропаганду, зазначені в цей статье. Визначения таких особ, их перелику, нема в Украине. Когось уже покарали за Йосипа Кобзона и Олега Газманова. Кого еще додать туда? И, ну, фактически, будет добре, что відбудется саморегулювание. А если на этом начнутся спекуляции? На эту проблему указывает и медиаэксперт Роман Головенко. Но говорит, решить ее нельзя. Это неможливо прописать имена, потому что постоянно заявлятся новое. Закон не может быть абсолютно точным. То есть, это европейский подход, оно в практике все работает. На принятие решений комитету понадобилось всего 20 минут. Почему это нужно было так быстро именно сегодня, глава комитета, уже убегая, пояснила так. Я была на радио Уразма, на МСП. А позже выяснилось, эти законопроекты уже сегодня в повестке дня. Елена Зорина, Алла Матюшок и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. И буквально через несколько минут после заседания комитета по свободе слова, эти же законопроекты, скопированные с российского законодательства, уговаривали принять. Согласны ли депутаты, что предлагают как альтернативу и за что еще боролись у трибуны? Екатерина Лысенко подробнее. Подгимны без долгих речей. За несколько минут первую сессию парламента закрывают, вторую открывают. И далее повестка дня. С трибуны традиционно выступают главы фракций. Здесь депутаты говорят о своих законодательных приоритетах на неделю. Народный фронт все с теми же. Чи есть нормальная ситуация, когда в час войны, фактически, украинские граждане смотрятся российские сериалы, которые прославляют российскую армию, российские правоохранные органы, которые в этот же час убивают украинских солдат. Чому мы позволяем сегодня государству-агресору иметь право власти в украинских ЗМИ? Запропонованные законопроекты поставят на колено все независимые масс-медии. По сути, это подготовка рейдерского захопления неугодных ЗМИ. Насрада может принять право без решения суду запонять лицензию канала или радиостанцию. Дополнительные полномочия надсовета – это то, что обсуждают и в куларах. И главное возмущают, что контролирующий орган без суда сможет забрать лицензию у телеканала. На каких основаниях конкретно не говорится. У меня такое впечатление, что уже напротив каждого канала есть прозвище человека, который хочет его забрать. Какой черт Путин, если говорить о украинских медиа, и вас могут забрать лицензию за то, что вы пустили в эфир, какая-то неадекватная политика, который про Россию вообще не говорил, а говорил, например, вот не подобаются ему полякам. Там есть такое, за образу религийных переконаний, национальной гидности, за религийной, за этнической. У любого средства массовой информации, которое не нравится теперь одному члену надсовета, не имеет права на существование. Но это называется демократия, это называется, знаете, теми же там и граблями тупыми и дурными. Власть ничему не учится, не хочет думать, как накормить людей. Повторяю, она думает об одном – как сделать так, чтобы про нее плохо не говорили. Альтернативно этому законопроекту документ есть, но парламенту не до него. Тот закон, который предлагает госпожа Семер, он, мягко говоря, не совсем компетентен. Мой же закон четко говорит о том, что есть список, так называемый, персон нон-грата, которых запрещено показывать везде. Очень интересная ситуация также с тем, что только появившийся зонориентированный законопроект резко выносится в зал. Одновременно появившийся мойственный законопроект почему-то тормозится профильным комитетом. Может быть потому, что госпожа Семер имеет отношение к этому комитету. Но бурно обсуждают парламент сегодня не только законы для СМИ. В сессионном зале почти бои за антикоррупционное бюро. Вернее, за его директора. И за то, кто его в конечном счете будет назначать – президент или парламент. И та же глава комитета по свободе слова выступает, но уже с другими требованиями. Народный фронт проголосует за этот законопроект в первом учетении. Только за условия, если формат призначения будет предоставить выбор кандидатов президентом голосованием в парламенте. За то, чтобы директора назначал президент, выступала вся коалиция. Только Народный фронт хотел, чтобы кресло главы антикоррупционного бюро зависело от парламента. Мы – парламентская президентская республика. Парламент по конституции имеет контрольные функции. Долучать парламент для того, чтобы они впливали на этого руководителя – это не будет правильным. С президента можно спросить. Это, как на рентгеновском снимке, объяснило все и всех, кто что хочет. А Народный фронт в данном случае показывает свое обличие, как олигархичная партия, которая хочет и дальше впливать на антикоррупционные призначения. Ганьба такой партии. Голосование без результатов. Народный фронт кнопки «За» не нажал. Так выглядит опир системы. Помните голосование про Укрнафту? Один в один. Я вижу сейчас шантаж одной фракции всего парламента. Перебить сейчас шоу. Вы видите, общество ждет борьбы с коррупцией. Сейчас все будут выясняться, или действительно вы обещаете, или действительно вы делаете. Шановные друзья, давайте не прикрываться войной, когда мы хотим монополизировать информационный простор. Давайте не прикрываться войной, когда кто-то из вас хочет монополизировать и покласти под себя антикоррупционное бюро. В зале перерыв за закрытыми дверями. Коалиция уговаривала фронтовиков голосовать. В первом чтении уговорила. Теперь будут убеждать и во втором закон принять. А вот вопросы СМИ и все законопроекты, связанные с ними, отложили на вечернее заседание. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Вот чем закончилось вечернее заседание парламента, это узнаем у Ярослава Кречко, он с нами на связи с Верховной Радой. Слава, что рассматривали, что приняли? Добрый вечер, Наталья. Ну, на вечернем заседании Верховная Рада рассмотрела один из медийных законопроектов. Это законопроект Народного фронта 1889 о расширении полномочий надсовета, против которого выступили телеканали. Но даже с нормой, что закрыть телеканал надсовет может по решению суда, Верховная Рада законопроект отклонила. За только 189 депутатов. Спикер поставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению, но и это поддержал лишь 191 депутат. Этот законопроект является реальным наступом на свободу слова. Независимая деятельность средств массовой информации несет реальную загрозу информационной безопасности страны. Эта жага, все перерезподелить и забрать, может привести до того, что мы в прикольных положениях напишем, что скасовать угоду про ассоциацию с Европейским Союзом. Все законопроекты медийные должны писать, не одна людина, не РНБО, не уряд. Медийные законы должны писать эксперты, должны писать представители тех же каналов. Спикер Владимир Гройсман заявил, что законопроект отклонен. Впрочем, пока все еще остается вероятность, что профильный комитет разработает новый. Наталья. Спасибо, Слава. Ярослав Кричко о вечерних результатах заседания парламента. Закон 1768. Калька с российского закона. Об этом в открытом письме заявили три президента Украины. Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко предостерегают власти от введения цензуры. Ограничение свободы слова не только противоречит европейскому пути развития Украины, но и угрожает потери демократических основ и резким поворотом в сторону диктатуры и тоталитаризма, от которых наша страна много натерпелась. Лучшим ответом на российскую пропаганду должны стать реформы, считают президенты и призывают депутатов не принимать законы, возвращающие Украину в советское время. Эхо скандальных инициатив Рады докатилось и до Америки. Дмитрий Еловский подробнее о том, как в Вашингтоне восприняли наступление на свободу слова. Многие здесь, в Вашингтоне, следят за событиями в Украине и искренне сочувствуют ей. Так получилось, что финансовое благосостояние, выдача кредитов, да и успехи на фронте во многом зависят от Америки. А здесь от Киева ждут прежде всего реформы и сокращение госрасходов, а не давление на журналистов. Ситуацией обеспокоена Freedom House, известная американская влиятельная организация, которая занимается исследованиями гражданских и политических свобод граждан по всему миру. Их рейтинги изучают, к ним прислушиваются. Но в последнем у Украины бал, ну такой, честно говоря, довольно средний, отнесли к частично свободным странам, но все равно дела лучше, чем у той же России. Антижурналистские законы создают совершенно иной тренд. Посмотрите, к чему привели такие законы, внедренные Россией. Они очень ограничивают медиа и окружающих. Фактически новости в России заменены пропагандой, поэтому мы, конечно, не приветствуем такие законы. Чем меньше власть влияет на прессу, тем лучше журналистам. А задачи предлагаемы мерами и в Комитете по защите журналистов. Там считают, что чем меньше государство регулирует работы прессы, тем лучше. Конечно, здесь в Америке и речь о том, чтобы отбирать лицензию по желанию какого-либо наблюдательного совета у телеканала быть не может. Но, правда, на свободу слова здесь обращают очень много внимания, ее берегут как одну из основ Конституции, которой уже больше двух сотен лет. Напомню, на этой неделе должен состояться еще и визит госсекретаря Керри в Украину. Он приедет 5 февраля, именно в тот день, когда Народный фронт попытается проголосовать за вторую часть своего пакета законов о цензуре. Информационный фонд складывается, мягко говоря, не самый удачный для успеха переговоров между Украиной и Америкой. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Пять украинских военных погибли и 27 получили ранения за минувшие сутки. По информации СНБО, потери боевиков в несколько раз больше. Подробности узнаем у Ирины Баглайна, находится там, на месте Ира. Здравствуй, расскажи, что тебе известно. Да, здравствуй, Наташа. Могу сказать, что самое напряженное направление – это Дебальцевское. Сегодня террористы ДНР продолжили обстреливать и сам город, и ближайшие к нему села. И это несмотря на то, что из города пытаются выехать мирные жители. Боевики ведут огонь из тяжелых орудий, зная это. В районе населенного пункта Чернухино украинские военные вступили в боевое столкновение с террористами. Чернухино и Никишино – это места, где на фланговых блокпостах удерживаются наши силовики, и которые уже не один месяц пытаются выбить боевики. Попасть туда журналисту невозможно, пока идут бои, но в штабе АТО официально подтверждают – эти позиции остаются нашими, украинскими. И вот то, что боевики стянули максимально свои силы на Дебальцевский плацдарм, это не вызывает сомнений, так как на других участках линии фронта количество обстрелов сократилось. Мы сегодня проехали, можно сказать, по крайней линии фронта, ближайшие к Донецку. Вот в Марьинке, наверное, первый день за последнюю неделю, что было относительно тихо, и люди вышли на улицы. Еще вчера несколько снарядов попали в жилые дома, к счастью, никто не пострадал, пожар успели потушить, и это при том, что большинство здесь живущих – родственники боевиков ДНР, то есть фактически они бьют по своим. Вот, начинается, по-новому. И часто у вас так? Да. Ну, весь день, всю ночь. Вот уже четыре дня подряд. Куда, что, куда, по ком. Мирных жителей разбивает их. Делать эту землю никак не по делу. Огонь боевики вели со стороны шахты. За терриконами они разместили свои орудия, но подобраться к этим позициям невозможно, подходы заминированы. А вот боевики диверсионно-разведывательными группами пытаются прощупать, так сказать, наши позиции. Однако действуют, как рассказали нам бойцы первой танковой бригады, явно не профессионалы. Близко подходит, очень близко подходит. Подходит где-то на расстояние выстрела. Профессионально диверсионная группа, ее работа будет видна, они работают на результат. А тут просто приходят, постреляли, постреляли с расстояния, соответственно. И вот что касается территории со стороны Куйбышевского района, это Пески, Таненька, здесь также сегодня тише. Можно сказать, что атака боевиков спала, и вот бойцы развеяли всяческие предположения о том, что террористы якобы контролируют территорию Песок. Выезжали в гаубицы, их милометы работали. Пески еще никто не сдал, сдавать никто не будет. Пески только по нашим контролям. На данный момент, Наташа, это вся информация. Спасибо, Ира Ирина Баглай, о сегодняшней ситуации в районе Дебальцево. Спас полсотни бойцов или бежал с места боя. В Харькове скандал вокруг батальона «Киевская Русь», воевавшего под Дебальцево, вернее, вокруг командира. Все подробности знает Лидия Калинина. Уже три дня они живут здесь, в воинской части, в Харькове. Сюда полсотни бойцов батальона «Киевская Русь» привезли из Изюма, куда они доехали из Углегорска. Выбирались ночью после того, как поняли оставаться верная смерть. Местные нас предупреждали. Накануне вечером пришли и сказали, если вас до утра здесь не будет, вас просто-напросто уничтожат. Те, кто останется там живой или что, вырежут. Решение о выводе подразделения принял их командир. Теперь Евгений Ткачук задержан. Придел на педозру, умыслом на указанных наказах в умовах боевой обстановки. Но бойцы уверяют, приказов не было. Несколько дней Ткачук пытался связаться с комбатом. Тщетно, рации не работали, мобильный молчал. Бойцы говорят, сама идея бросить их туда или абсурд, или спланированная провокация. Ведь о том, что эта местность простреливается, было известно заранее. Комбат, приказы которого они якобы не выполняли, на связь вышел только сегодня. Потому что личный состав хочет этого знать. Что за приказы были? Какие? Откуда они брались, эти приказы? Которые никто не знает об этом. Андрей Васильевич, я тоже могу кричать. Я тоже могу кричать. Не кричите, пожалуйста. Приедьте, пожалуйста. Но комбат присылает зама. Тот должен привезти бойцам письменный приказ. Что в нем, по телефону разъяснить отказывается. Я не могу рассказать без комментариев. Бойцы говорят, по приказу они должны будут срочно вернуться на свои позиции в Дебальцево. Но этому комбату военные подчиняться больше не хотят. Тут и та прямая загроза уже жизни всего подраздела. И поэтому наша такая вымога – звольнити нашего командира, который спас жизнь этим людям. По информации бойцов, их командира уже перевезли в Краматорское. Его дело передали в главную военную прокуратуру. Евгению Ткачуку грозит до 10 лет тюрьмы. У солдат одно условие – на войну они вернутся только после того, как отпустят командира их подразделения и заменят командира батальона. Лидия Калинина, Александр Яновский, подробности телеканал Интер, Харьков. Без воды, света, тепла, мобильной связи и под постоянными обстрелами – так живут в оккупированных городах сегодня. Мы связались с Донецком и Луганском. И вот что нам рассказали. Расцветает, конечно, различного рода бизнес. Очень много предложений по продаже купли жилья. Это настораживает, поскольку все наши реестры заблокированы в Киеве, поэтому это сделать на законных основаниях нельзя. То есть, очевидно, здесь опять процветают какие-то махинации. Просто люди будут обманывать, лишать их квартир. Или люди будут покупать несуществующие квартиры. Кананабе то приближается, то отдаляется от нас. Но западные районы города постоянно обстреливаются. Сегодня, когда шла с работы, по улице БМД тащила подбитый танк. Самое печальное – это что они его отремонтируют. И он снова будет стрелять. С вчерашнего дня в Луганске заработали почтовые отделения. И по всем средствам массовой информации прошло, что теперь можно в почтовых отделениях платить за квартплату. До этого за квартплату можно было платить в так называемых кассово-расчетных центрах. Некоторые жители пришли вновь платить за квартплату уже на почту. Начали предъявлять эти кассовые аппаратные чеки. Они оказываются недействительные. То есть, по большому счету, на второй раз платить за квартплату. И теперь уже люди не знают, как лучше быть. Может, лучше вообще не платить. Мы постоянно видим конвои с гуманитарной помощи, с командами, российские. Но я не знаю ни одного человека у нас в городе, который бы получал эту гуманитарную помощь. Непонятно, где она оседает и кто ею пользуется. Город очень нуждается, местные жители очень нуждаются в гуманитарной помощи, в продуктах питания, в медикаментах. Потому что аптеки густые. Но за магазины не говорю. Мы уже привыкли к тому ассортименту, который у нас как в 90-х годах. На прилавках 2-3 вида одного товара. И выбрать нечего. И все очень дорого. И о ситуации в Мариуполе узнаем от Львины Ситьбулаевой. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие новости у тебя? Да, Наташа Николаевка и Чермалык вновь под обстрелом. С утра боевики вели огонь и стрелков, оружие и минометов. Однако украинские военные не подпускают террористов. Ситуация на линии огня между территорией, контролируемой нашими военными. И временно оккупированные боевиками ДНР, остается напряженной. Вот видите, в основном воронке везет. Горады, минометы, обстрелы. С автоматического оружия ночью бывает. Вот зеленка рядом. Постоянно обстрелы. Без автоматического оружия. Вот сюда, среди дороги, правда, в город попал. И в Мариуполе действует пропускной режим. Спецпропуска выдает гражданам после проверки данных всеми спецслужбами. Военные надеются с нововведением сократиться количество диверсантов и вражеских корректировщиков огня. И сегодня мы побывали на одном из крайних блокпостов. Видели, как наши пограничники осуществляли контроль граждан. Из спецпропуска уже получили почти 2,5 тысячи людей. На очереди еще 6. В зависимости от цели пребывания на временно оккупированной территории, документы могут быть разовые и долгосрочные. Все раньше было спокойно, раньше пропускали без разного, а сейчас великая ситуация. Уезжаешь и не знаешь, приедешь оттуда, вернешься и вернешься из Палаполя. Ну на Мариуполь пенсию получать, оформить пенсию надо. Попробуй, чтобы нам туда ездить. Мы за мир. Какой ДНР. И несмотря на напряженную ситуацию на Мариупольском направлении, украинские солдаты с честью выполняют свой воинский долг. И сегодня вот обезвредили противника, помогли беспилотники. Знищено попереднюю пока еще два танки и живая сила противника. Также сегодня был знищен один миномет и один минометный разрешенок. Таким был сегодня Мариуполь и его окраина. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Ситбулаева из Мариуполя была с нами на связи. Пока МИД продолжает ждать официальной реакции Москвы на срыв переговоров в Минске, в Институте стратегических исследований «Новая Украина» считают, что нужна перезагрузка мирного плана и предлагают свой вариант. Новые переговоры в более широком формате. Это украинский парламент, представители президента, власть на местах в Донецко-Луганской областях, самоуправление, уполномоченная делегация сепаратистов, дипломатическое представительство России, Евросоюза и международной организацией ОБСЕ и ООН. Задача – выработка более детализированного плана со сроками ответственными в отношении линии разграничения, прекращения огня, порядка хозяйственной деятельности, гарантии соблюдения режима мира. Чеченский вариант для Востока Украины. Кто предлагал такую схему Ангеле Меркель и что ответила канцлер, знает Татьяна Лугунова. За кулисье большой политики журналисты Financial Times раскрывают ранее неизвестные детали переговоров по Украине. Действующие лица Ангела Меркеля и Владимир Путин – место саммит Большой Двадцатки в Австралии. Эта встреча состоялась еще в ноябре прошлого года, но подробности просочились в прессу только сейчас. Политики встречались с глазу на глаз, но журналистам удалось пообщаться с людьми, которые знают, о чем шла речь за закрытыми дверями. И они рассказали, Путин предложил Меркель – чеченский вариант регулирования конфликта на Востоке Украины. Мол, украинским властям стоит покупать так называемое ДНР и ЛНР – автономией и деньгами. Меркель, пишет издание, была шокирована и ответила, что это неприемлемо. Свои источники журналисты, конечно, не называют, но это все очень похоже на правду. Сразу после встречи с Путиным Меркель жестко заявила, Россия может угрожать не только Украине, а также Грузии и Балканским странам. А Путин спешно улетел из Брисбена в Москву, и с тех пор они больше не встречались. Татьяна Лагунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Россиянку Светлану Давыдову, арестованную по подозрению в госизмене, освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов. Днем его неожиданно вызвал следователь ФСБ и объявила решение смягчить меру пресечения. Мать семерых детей может жить дома, в Вязьме. Напомню, Давыдову подозревают в том, что она сообщила в украинское посольство информацию о переброске российских военных. Если вина ее будет доказана, россиянке грозит 20 лет тюрьмы. А вот другого проукраински настроенного россиянина сегодня в Москве отправили под домашний арест. Данил Русаков расскажет о таком речи. В прошлом активист Евромайдана и даже сотник москвич Ильдар Дадин теперь в наручниках в здании суда. Надеюсь, что Россия будет свободной, что Конституцию перестанут нарушать, и все, кто нарушает Конституцию, что они будут решены к ответственности. Это уже вторая по счету попытка арестовать Дадина. На предыдущем заседании срок задержания продлили. Не хватило характеристик личности. Следователь по-прежнему хочет отправить его в СИЗО. Но прокурор неожиданно просит домашний арест. Председательствующий спорить не стал. Избирать Дадину и Ильдару Ильдусовичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 дней. То есть 27 марта 2015 года. Статья 212.1 Уголовного кодекса. По ней на 5 лет могут посадить за участие в несогласованных митингах. Ильдар Дадин на них бывал часто. В поддержку Надежды Савченко под зданием на Лубянке и на многочисленных пикетах против войны на Донбассе. В здание замоскворецкого суда поддержать Ильдара пришли его сторонники. Бред. Человек вышел просто на манежку. Его взяли. Значит, если под домашний арест, это определенно все равно будет продлевание вот этого ареста. И все выйдется в суд. По словам адвокатов, оспорить меру пресечения можно. Для этого нужно подать апелляцию в Мосгорсуд. Но в то, что это удастся, мало кто верит. Обычно все дела в городском суде, они также поселивают решение районных судов. Поэтому, естественно, апелляцию подавать по этому делу нужно. Но шанс того, что что-то будет изменено относительно решения первой инстанции, он очень маленький. То, что под подписку о невыезде, на чем настаивала защита Ильдара, не выпустят, стало ясно сразу. К зданию суда подогнали автозак для недовольных. Вокруг усилили патрули. За москворецкий суд общественные активисты в шутку называют стратегическим. Именно здесь рассматривали скандальное болотное дело. Брат Алексея Навального, Олега, к 3,5 годам приговорили тут же. Почти через два месяца Ильдар Дадин снова окажется в этом здании. Ему будут продлевать домашний арест. Данила Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Полгода без зарплат. В Днепропетровске на акцию протеста вышли работники Южного машиностроительного завода. Почему промышленный гигант оказался на грани краха, выясняла Наталья Грищенко. На улице у этих людей выгнало отчаяние. Последние месяцы часть из них работают в неполную неделю, а большинство отправили в отпуск. С июля прошлого года сотрудники Южмаша без зарплаты. Люди работают по минимуму, потому что простой второй месяц. 70 лет здесь разрабатывали ракеты-носители и космические аппараты. Благодаря им Украина участвовала во многих международных космических проектах, таких как морской и наземные старты. Есть здесь свое литейное и кузнечное производство. Кто бы мог подумать, что работники стратегического предприятия окажутся на грани нищеты. Зарплаты нет у меня. Я живу на пенсию 80-летней старухи. Да сколько же можно уже 6,5 месяцев. У меня ни хлеба дома нет, ничего сегодня. Эта акция протеста уже третья за последние полгода. Но впервые люди решаются на радикальные действия. Перекрывают проезжую часть. К ним выходит директор. Объясняет, зарплаты нет, потому что нет заказов. Большинство из них были из России. Южмаш производил и обслуживал комплектующие для российского ракетного комплекса. Сотрудничество со страной-агрессором сейчас остановлено. Да, мне стыдно людям в глаза смотреть, потому что я прихожу, и я беспомощный. Руководство Южмаша просит правительство дать им госзаказ. Если стране не нужны ракеты, готовы делать тракторы, сельхозтехнику или, главное, продукцию для оборонки. По оборонке пока заказов нет. Выходим на уровень сельского хозяйства, чтобы все-таки наш трактор, который по всем параметрам никак не хуже, даже некоторых лучше, минского трактора. Мы хотим, чтобы он выпускался у нас. И просим это и у правительства. Правительство обещает, Южмаш ждет. Но так протянет недолго. Предприятие теряет ценных специалистов. Инженеры и сотрудники научных подразделений увольняются. Наталья Грищенко, Сергей Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровск. О госпредприятии Антонов теперь будет заботиться специальный общественный совет. В нем более двух десятков бывших высокопоставленных военных, дипломатов, ученых, юристов, журналистов. Возглавил совет первый президент Леонид Кравчук. Как он сообщил, структура будет следить за ситуацией на заводе. Участники косвенно подтвердили, совет создан, чтобы избежать возможного рейдерства. Напомню, летом и в начале осени работники предприятия протестовали против увольнения генконструктора Дмитрия Кивы и назначения нового директора. Ситуацию удалось разрешить после личной встречи генконструктора с новым министром экономики Айварасом Абрамовичем. Мы договорились с министром о том, что буду я пока працювать и, соответственно, положение, закону будет проведен конкурс на руководство предприятий. Мы будем следовать, чтобы дотримовалась буква и суть закону. Но чтобы не было особенного интереса, особенного желания, особенной некомфортности кого-то к кому-то. Только буква и суть закону. В высший хозяйственный суд Украины в осаде митингующих уже не первый день у его стен собираются несколько сотен пикетчиков, протестующих против того, чтобы председателем этого суда был Богдан Львов. Люди подозревают его в коррупции. Акция в этот раз продлилась практически без день, обошлось почти без эксцессов. Произошла небольшая стычка с милицией. Митингующие попытались развернуть на проезжей части напротив суда свои палатки. Милиция этому помешала, пострадавших нет. Активисты называют свою акцию «бессрочной» и намерены приходить сюда снова и снова. Тот и бог судьбя, мы не бедем весь туда! Тот и бог судьбя, мы не бедем весь туда! И мы продолжаем. Смотрите далее. Какую машину? Сядь, машина! Чем для гаишников закончилось нападение на активиста? Месть сурка. За что зверек цапнул мэра американского города вместо прогноза погоды? Три пальца, рост полметра, вес 5 килограммов. Новые кассиры в японских банках. Кто они? В Украине находится глава Венецианской комиссии Джани Букики. Он встретился с президентом, премьером, спикером и депутатами. Говорили о том, как адаптировать украинское законодательство к европейским нормам. Но главной темой встреч стал скандальный закон о люстрации, который в Европе в декабре забарковали. Как я понимаю, у нас есть информация про ваши решения по нашим люстрационным законам. И мне очень важно услышать именно от вас вашу позицию. Это плохой закон. Это плохой закон. Люстрационный процесс продвигается на основе существующего законодательства. И я бы хотел сказать вам, что власти следует приостановить этот процесс до тех пор, пока закон не будет доработан. Почему людей до сих пор увольняют по закону о люстрации, обсуждали на встрече с оппозицией. Депутаты предоставили информацию о судебных исках от несправедливо иллюстрированных чиновников. И призвали Джани Букикио не дать документу стать инструментом политической мести. Глава комиссии еще раз повторила. Украина должна как можно скорее разработать новый текст, который бы соответствовал европейским нормам. Для этого есть еще полтора месяца. Мы считаем, что является необходимым немедленное изменение закона. И что есть еще вопрос о том, а что же сделать с теми людьми, которые были незаконно иллюстрированы. Мы нашли полное понимание со стороны Венецианской комиссии и главы этой комиссии Джани Букикио, который сказал, что он поднимет эти вопросы. О вопросе децентрализации глава Венецианской комиссии обсудил со спикером парламента Гройсманом. Председатель Верховной Рады отметил, что изменения в Конституцию должны внести до осени, чтобы местные выборы прошли уже на новой основе. Ривненские гаишники из нашумевшего видео о нападении на активиста отделались выговорами и путевками на неспокойный Донбасс. Почему все по-прежнему и о каких реформах говорят в МВД? Узнавала Инна Белецкая. В центре города, где знак запрещающий проезд, страшен только иногородним, любимый пост гаишникам. Машина с неместными номерами для них как красная тряпка для быка. Активисты это давно подметили и установили камеру для контроля. Вмешались, когда автоинспекторы остановили очередного водителя. Сделав замечание гаишникам, Сергей даже подумать не мог, что защищать их тут же примчится агрессивный друг. А через час эти же гаишники не заметили, как кто-то порезал колеса автомобиля, принадлежавшего адвокату-активиста. Реакции начальства доблестных автоинспекторов ждали долго. И вот наказание. Чтобы не раздражать водителей, инспекторов убрали с городских дорог. На данный час несут службу в зоне проведения антитеррористической операции. Активист Сергей ожидал более строгого наказания за милицейский беспредел и бездействие. Это вообще не покарание за такие порушения с их стороны. Их нужно было, ну как минимум, отстранить сразу от их обоисков. Сергей и мы общались в центре недалеко от места, где произошел инцидент. По знакам остановка запрещена, яблоку негде упасть. Припаркована здесь и машина, на которой часто ездит один из чиновников ГАИ. Но почему-то перед камерой за руль садится другой человек. И тут откуда ни возьмись гаишники, которым весь день дела не было до того, что центральная улица заставлена автомобилями. Проводят красивую, почти театральную остановку нарушителя. Вот только водители не верят. Очень хочется дождаться реформы МВД. Может тогда люди в форме перестанут сами нарушать правила или хотя бы станут бояться реальных наказаний, а не выговоров, от которых ни холодно, ни жарко. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривне. Все под одной крышей. Лаборатория, рентген-кабинет и узкие специалисты. В Ирпине, Киевской области, открылась новая детская поликлиника. Елена Митясова подробнее. На прием к врачу Даша сына сегодня не поведет. К поликлинику спешат по другому поводу. Открывают новое здание. Коляску припарковывают на специальной стоянке. Просто замечательно сделали для этих маленьких деток. Сюда и площадка хорошая, погулять будут, куда ходить. О детской поликлинике жители Ирпеня мечтали давно. С прежней амбулаторией сплошные неудобства, жалуются мамы. Раньше была довольно старая поликлиника. Педиатры в одном месте, русские специалисты в другом месте. Не нужно будет ездить по всему Ирпеню. И вот торжественный момент. Мэр города перерезает ленту и приглашает жителей на смотрины. Очень нравится маме. Очень нравится новая поликлиника. На первом этаже регистратура гардеробная, врачебные кабинеты, УЗИ и рентген. На втором массажный кабинет и физиопроцедуры. Изюминка аквариум. К нему приковано внимание всех детей. На новом рабочем месте осваивается и хирург Михаил Шулак. Это его новый кабинет. Тут будет смонтовано сучасное обладнание, операционный стил, замовленные инструменты. На поиск здания, ремонт и покупку оборудования для новой детской поликлиники местным властям понадобилось 3 месяца и 11 миллионов гривен. Это и государственные, и спонсорские деньги. 3 месяца нашей співпраці, підприємство і влади показали, що честні, прозорі правила гри, вони створюють бажання підприємства інвестувати в соціальні проекти. Ми тут переробили абсолютно все. Уже замовили, закупили новий УЗИ, ми закупили гастроскоп. Поменяется и качество оказания услуг. Медикам обучили работе на современном оборудовании, многие прошли курсы повышения квалификации. Елена Митясова, Андрей Кузнецов, подробности, телеканал Интер. Пикет в Полтаве. Участники акции требовали отставки мэра и перевыборов местных депутатов, избранных еще во времена Януковича. Возмущение людей вызвало то, что избранники только со второй попытки смогли признать Россию страной агрессором, а ЛНР и ДНР террористическими организациями. Вчера депутаты в срочном порядке собрались на внеочередную сессию и всего за пару минут приняли такое решение. Проголосовал даже городской голова, который в первый раз воздержался. Сегодня Александру Мамаю и всем местным депутатам полтавчане выразили недоверие. Я против этих депутатов, которые выносили такие сапартистские решения. А нас пытается, пытается народ побивать на сапартистские идеи. За какое волшебство техасского мальчика выгнали из школы, кто служит в японских банках, настоящий евро во французской версии монополии и приступ агрессии у сурка-предсказателя. Об этом и не только в нашем обзоре. Мэр городка Сан-Прейри в штате Висконсин укусил сурок. Это произошло во время традиционной церемонии в день сурка. Животное символически должно было нашептать городоначальнику прогноз погоды на два месяца. После инцидента Джонатан Фруинт сообщил, что сурок предсказал холода и еще шесть недель зимы. Техасского школьника отстранили от занятий за угрозу применить волшебство. Девятилетний Эйден, фанат киносаги «Властелин колец», предложил однокласснику надеть копию волшебного кольца из фильма «Хоббит» и исчезнуть. Преподаватели услышали этот разговор и выгнали мальчика из школы. Сейчас родители юного любителя фэнтези пытаются доказать администрацию учебного заведения, что их сын не обладает магической силой. Британские историки отыскали неизвестную ранее теорию Исаака Ньютона. Эти записи физик сделал в период с 1661 по 1665 год. Все последователи знаменитого англичанина сочли теорию неважной. Оказалось, Ньютон объяснил вертикальное движение жидкости в растениях. Ученые пришли к этому только 200 лет спустя. Роботы приступили к службе в японских банках. Андроидов с тремя пальцами разработала французская компания. Машины-клерки ростом полметра и весят около 5 килограммов. Владеют 19 языками, распознают человеческие эмоции и отвечают на вопросы клиентов. Разумные устройства могут помочь обменять валюту, перевести деньги в другую страну или же открыть счет. Елизавета II больше не будет разводить собак любимой породы корги. Королева Великобритании боится споткнуться о питомцев и травмировать животных. Или же еще хуже, упасть самой и сломать руку или ногу. Сейчас в Бугенгемском дворце всего две собаки. Ранее было 8 корги. Традиция заводить этих псов в королевской семье появилась в 1830 году, во времена Георга IV. На интернет-аукцион выставили редкие фотографии группы Битлз и Роллинг Стоунс. В 60-х эти снимки сделал гастрольный менеджер обеих групп Боб Бонис. На фото, выпущенных ограниченным тиражом, музыканты отдыхают между выступлениями. В сети за один такой снимок просят 175 долларов. Во Франции выпустили настольную игру Монополия с настоящими деньгами. Вместо символических бумажных купюр банкнота номиналом 20, 50 и 100 евро. Комплекты приурочены к 80-летию Монополии. Всего в юбилейных наборах игры почти 21 тысяча евро. Юг Франции, еврейский культурный центр и нападение на военных. Кто напал? И причем здесь Амиди Кулебали, тот самый, что захватил заложников в кошерном магазине Парижа. Знает София Гордиенко. После трагедии в редакции Шарли Эбдо по всей Франции объявлен план Веги-Пират. Усилены меры по борьбе с терроризмом. Собственно, трое военных, которые пострадали, патрулировали город именно в рамках этой операции. История странная. Нападавший как раз вышел из трамвая, где ему пришлось уплатить штраф за беспилетный проезд. И то ли настроение у мужчины испортилось, то ли была другая причина. Он подошел вплотную к военным, охранявшим еврейский общественный центр и начал наносить им удары ножом. Благодаря экипировке патрульные отделались легкими травмами. Нападавшего задержали, помогли водитель, трамваи прохожие. И, к слову, у него оказались документы на имя Мусы Кулебали. Это может быть как однофамилиец, так и родственник Амиди Кулебали, радикала, захватившего заложников в кошерном магазине Парижа в начале января. София Горденко, Василий Трюшковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности ЮЭ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин